Конечно же, на улице уже выпал снег, и это не может не радовать, но есть и минусы у такой погоды. Это лёд, гололёд и, конечно же, травмы. Прямо сейчас в нашей студии уже находится гость. Это Павел Федуличев, главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения Республики Крым. И прямо сейчас мы как раз обсудим важные темы. Доброе утро. Доброе утро. Ну, я так полагаю, вы уже оценили гололёд, который в нашей студии нарос на наших носах. Да, уже действительно по городу, почти везде на улице гололедица, и довольно опасно стало выходить. Скажите, а вот с точки зрения медицинской практики, как правильно, гололёд или гололедица? Ну, гололедица – это небольшой наплыв льда, который очень тонкий и практически незаметный. А гололёд – это уже тогда, когда толстый слой льда и практически повсеместно. Вы знаете, вот тут можно вас обвинить в сексизме, гололедица – женщина, такая никакая, а гололёд – ух, настоящий мужчина. В принципе, мне кажется, оно так и должно быть, мужик должен быть мужиком, а девушка, в принципе, гололедицей. Скажите, пожалуйста, кто же опаснее, мужчина или женщина, гололёд или гололедица? Да, опасный и тот, и другой. Однако, когда гололёд, мы уже немножко подготовлены, и службы муниципальные успевают посыпать песком, снять слой льда. А когда гололедица, она обычно наступает после ночи, когда вода, растаявшая за день от яркого зимнего солнышка, начинает подмерзать, и люди выходят на улицу, не подозревая, что их ждёт. Я прямо как чувствовал, что гололедица окажется опаснее. Но на самом деле опасно и то, и другое, как мы знаем. И мне кажется, здесь важнее не выяснять, что из этого опаснее. Здесь главное узнать, что делать в таких случаях. Ушибы, какие-то переломы, растяжения и так далее. То есть, что делать в первую очередь? Находишься ты один и лежишь ты на дороге. Ну, лежишь один, не подходишь. Один я на дорогу. Конечно. На дороге всегда кто-то найдётся, кто поможет встать и вызовет скорую помощь. Лучше не оказывать помощь на месте, а обратиться к специалистам. Тем более, что во всех больницах есть суточный либо травпункт, либо приёмное отделение, где осмотрят и окажут необходимую помощь. То есть, ну вот представьте картину. Ну вот я иду по улице, и тут вижу, допустим, не дай бог, какой-нибудь старый человек, пожилой, ну вот упал. Какие мои первые действия, как свидетели этого происшествия? Ну, если есть возможность усадить его на скамейку или подложить ему что-то под ягодицы, какую-то вещь или картон, дерево, чтобы не было холодно узнать, в чём проблема, и вызвать скорую помощь. Какие травмы наиболее характерны для этого периода времени? Ну, чаще всего повреждается голеностопный сустав, колены, то есть нижняя конечность. У пожилых переломы шейки бедра, переломы лучевой кости в типичном месте, ушибы, сотрясения. То есть, грубо говоря, типичное место, это уже, скажем, формулировка такая врачебная. Нет, ну такого типичного места нет. Типичное место в лучевой кости есть, потому что при падении чаще всего у молодых, у пожилых повреждается именно эта зона. Буквально там полсантиметра, ну вот поэтому называется типичное место. Из всех этих перечисленных нозологий, какая наиболее, ну скажем, имеет серьёзные и дальние последствия? Нет, ну любая травма, кроме ушиба, имеет дальние последствия, если серьёзные. Но для пожилых особенно опасны переломы шейки бедра и переломы позвоночника на фоне имеющегося остеопороза. Почему? Потому что они могут привести к осложнениям, к неподвижности, к осложнениям в виде пролежней, застойной пневмонии, ну и, соответственно, к смерти пациента. Или к каким-то неврологическим нарушениям, если это поврежден позвоночник. Ну знаете, меня больше интересует ещё такой момент. Например, когда мы попадаем в аварию, есть некоторые правила как-то сгруппироваться, или если, например, ты падаешь, тоже должны быть какие-то правильно. Как правильно падать? Ну как правильно падать? Вообще-то учат на курсах борцов. То есть классическая борьба, самбо. Я думала, там учат защищаться. КВТ. Нет, в первую очередь падают. От головеница не защитишься. Но очень хорошо инстинктивно умеют сгруппироваться дети. Вот они чаще всего получают именно ушибы, а не переломы. Взрослые уже более неуклюжие, центр тяжести смещён. Они не совсем комфортно себя чувствуют при падении. Ну тут сгруппироваться сложно. Главное не махать руками и ногами. Чтобы их не поломать. Нет, чтобы ещё не потянуть кого-то за собой. И в том числе. А вот лично вы. Вы сегодня каким образом к нам набрались? На автомобиле или пешком? На автомобиле. Грубо говоря, автомобиль. Он гораздо более, наверное, безопасен с точки зрения такой погоды. Ну сейчас... То есть я просто к чему отклоняюсь. Если у человека есть возможность поехать либо своими двумя, либо поехать на автотранспорте, что предпочесть? Предпочесть то, что удобнее. Безопаснее пешком или на машине такого нет. Автомобиль тоже должен быть оснащён зимними шинами. И желательно полным приводом или специальным зимним режимом. Тогда он безопасный. А если это лысая резина и какой-то старый автомобиль, то он на пальце. Лучше не рисковать. Конечно. Проще пойти пешком. А пойти пешком, ну, одеть удобную обувь, комфортную, которая не сковывает движение. Удобная одежда. Подошва на обуви должна быть рифлёная, грубая. Если у меня нет такой обуви, то можно приклеить на клей ПВА банальную шкурку. Наждачную бумагу. Наждачную бумагу, да. Так называемую. И спокойно дойти по своим делам. Потом её смыть аккуратно водой. И обувь пришла в тот же самый вид. Полезный совет на самом деле. На самом деле это действительно полезный совет, при том, что на практике применимый даже мной. Позвольте такой вопрос. Вот хотя бы приблизительно. Как отличить перелом от просто сильного ушиба? Вот я просто помню, вот в школе, когда был молодой, упал сильно. И значит, ой, я сломал ногу. А пришла медсестра, и она надо мной очень долго смеялась. Она говорит, нет, всего лишь ушиб. Как вот можно как это хотя бы предварительно диагностировать? Ну, конечность уже не фиксирована. То есть она немножко как бы болтается. В зоне перелома слышен костный хруст, крепитация. Ну, остальные симптомы лучше пусть проверяет специалист. Наступить на конечность, наверное, невозможно. Ну, знаете, меня больше, наверное, интересует тот момент, как, наверное, от болевого шока быстрее отойти. Потому что бывает так, что ты падаешь, и кажется, что ты обычно подвернул ногу, при этом встаёшь, ждёшь 5 минут и отправляешься дальше на работу. А на самом деле последствия могут быть плачевны. Лучше сразу звонить. Нет, дело в том, что если встал, пошёл, дошёл до работы, и дальше смотришь, если в течение часа-двух отёк нарастает, боль не проходит, соответственно, нужно обращаться к специалистам. А сразу при ушибе, при растяжении самое верное средство – это холод. То есть взять лёд, завернуть в какую-то тряпку и на 15 минут приложить в зону повреждения, в зону ушиба. И так делать каждые полчаса. Скажите, а вот традиционные методы, допустим, типа йодовой сеточки, насколько это эффективно в случае, опять-таки, ушиба, ну и гематомы? Ну, это уже применимо на третьи сутки. Только в том случае? Конечно, не раньше. Любые согревающие процедуры, они только усиливают отёк, усиливают боль. Это знала, Антонина? Нет, я не знала вообще. Я, например, сразу же стараюсь не падать. Ну, а если вдруг случилось, обращаюсь к специалистам. Причём сразу, потому что действительно бывают моменты, когда через час или через два у тебя начинает отекать нога, рука, и ты понимаешь, почему я не позвонил раньше. Ну, это ещё не поздно. Это ещё не поздно. А некоторые бывают, что дотягивают. И при ушибах тоже надеются, что это обычное растяжение. Конечно. Ну, у нас, к сожалению, время подходит беседы к концу. Я прошу вас обратиться ещё раз к крымчанам и призвать всех и каждого быть бдительными. Уважаемые крымчане, просьба быть аккуратными, носить удобную обувь, удобную одежду и лишний раз без необходимости не выходить на улицу, особенно пожилым людям. А детям и внукам прошу обеспечить стариков необходимыми продуктами. Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Я напоминаю, сегодня у нас был Павел Федульчев, главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения Республики Крым. Ещё раз вас благодарим, но эфир наш продолжается. Да, я возьму.